На протяжении многих лет жители Высокогорья подвергаются ударам стихии. Стихийные бедствия – это страшная сила, которая может привести к ужасным последствиям. В начале августа четыре района Дагестана остались без транспортного сообщения после продолжительных обильных дождей. Жители сел остались заблокированными у себя в селах, поэтому я и решил съездить в один из пострадавших районов Дагестана. Сегодня мой путь лежит в самое сердце Дагестана – в Агульский район республики. Дорога в Агул – одна из самых живописных в регионе. Однако разрушенные дорожные покрытия не дают в полной мере насладиться красотой, сменяя это чувство на страх. Страх оказаться где-то внизу ущелья. Друзья, по дороге в Агульский район, несколько уже вот таких вот обалов дороги я заметил. Посмотрите, наглядный пример того, как земля просто проваливается. Опасно даже туда подступать. Посмотрите, вот тут трещины. Все это стихия. Все это стихия. Вот здесь была полноценная дорога. Всего до районного центра я насчитал около семи поврежденных участков дорог, которые по непонятным причинам были просто обложены камнями. Трайняя точка, куда можно доехать на автомобиле – это районный центр Агульского района села Твик, где я договорился оставить свой автомобиль, после чего меня должны перебросить до разрушенного моста, откуда мне придется далее идти пешком около четырех километров. И здесь тоже обвал, да, произошел? Нет, нет. Или они расширяют дорогу? Такие обвалы тоже, наверное, часто бывают, да? Нет, были, в последнее время, да. После каждого дождя, наверное, обваливается что-то сверху. Вот здесь тоже будет, может быть, вот здесь. Вот это скала? Вот, трещина есть уже. Это же знаешь, как вот дождь идет, мокрою становится земля, и здесь набирается, когда мокро. Ну да. И все уходит. Вместо полноценного моста, который не выдержал натиска стихии и разрушился, соорудили временный деревянный мост. И так как автомобильного проезда более нет, мне предстоит путь пешком до ближайшего села Реча, около четырех километров пути. У нас по дороге Мамрас-Таскопур-Араканский мост на 78-м километре. В результате ливневых дождей, происшествующих накануне, вот этот мост там не справился, значит, потоком воды. Его выкинуло прямо на тот дверь. Вот этот сток был полностью, понятно, это русло, поем полностью царливалось. Сейчас вот эта вода уменьшилась в три, так можно, в четыре раза. На данный момент на этой дороге были и скальные породы разрушения, и селевые потоки. Вы, наверное, заметили по пути от прочищенной места. Вот это все очистили, естественно, подготовили площадку. На завтрашний день должны прибыть подъемный франк, который может осилить на вытянутую руку данной железной конструкции. Такие опалы, вот как в этом году, они бывают в течение 15-20 лет. Ровно 12 лет назад, если мне память не изменяет, в 12-м году на данном мосту, вот для этого моста, был другой каменный мост. Его тоже таким же образом, тоже вот так же унесло на этом же месте. Я думаю, на завтрашний день я его возьму. Нас уверили, что на завтрашний день мост будет починен, а мы обязательно это проверим. А пока я направляюсь пешком в сторону села Реча, преодолевая такой же путь, как это делают местные жители, чтобы добраться до районного центра. То есть пока не был установлен этот деревянный мост, люди просто проходили по тропам маленьким, узеньким и через лес выходили куда-то к селу, ближе к селу. Человек 200 здесь застряли, на свадьбу приехали. А, в селе? Да. У вас в селе? Сейчас у меня вот во дворе 5 машин стоят. Они до сих пор там, да? Сами они уже приехали. Машину оставили. Отсюда, вот там на 100 перешли, машину оставили. А какие-нибудь проблемы возникли там, у местных возникли? С питанием, там, я не знаю, с едой? Получается на машинах экстренные там какие-то медицинская помощь на заблоке? Медицинская помощь, все, что нужно, вот препятствия, с больницы отправили сюда сразу же. Ага. Там сердечник, там, куда сюда. Преодолеваем путь от деревянного моста до ближайшего села. Здесь недалеко еще также обвал. Получается, с этой стороны камни посыпались прямо на дорогу. Вот какой путь приходится преодолевать, чтобы попасть, просто попасть к себе домой. Вот еще очередной обвал дороги, друзья. Посмотрите, какая была широкая дорога здесь раньше. И во что она превратилась? Стихийные бедствия никого, ничего не жалеют. Все сметают на своем пути. Что, друзья, мы подошли к самому опасному обвалу. Практически дороги нету. Вот отсюда нашла. Сколько мы? Полчаса, получается, с того моста до этого обвала шли. Вот, из села оставляют машину здесь. Пешком идут до того моста. И так люди добираются к себе домой или же районный центр. Вот здесь все полностью в воде было. И мы сейчас должны обойти оттуда, получается. Меня зовут Шабана Хеджнайбей. Так. С какого села? Я селений Бедюк. Спустился, проводит. Нету дорог. Машину оставил за три километра. Везде обвалы, мост разрушен. Никакого порядка, никакого этого нет уже. Внимание не обращает никакой дороги на этой. Как дождь, обязательно обвалы. Дорога вообще нету абсолютно. Ваше село выше, да, находится? Наше селение находится выше. Отсюда 9 километров от селения Рича. Сейчас мы подошли к мосту. Один из старинных мостов Агульского района. Этот мост соединял транспортное сообщение между селением Бедюк и районным центром и села Рича. Как вы можете наблюдать, посмотрите, в результате ливневых дождей. Старинный мост, отсюда раньше ездили машины, но он обрушился. А теперь смотрите, вот здесь объединенная дорога. Но она тоже, к сожалению, обрушена. Транспортное средство никогда не проедет. И как мы можем наблюдать, никакой работы здесь не проводится. Бедюкцам приходится пешком со своего села 9 километров идти вниз, чтобы попасть до районного центра. Вот такие вот дела. Хоть что-нибудь там, продукты, лекарства? Продукты, лекарства, как сказать, пешком идем до района и обратно. Вот и все. Есть селение, одна фельдшер. Вот она это делает, все. А так особого этого нету. Ни для кого не секрет, что жизнь людей в горах протекает в суровых условиях. Большие высоты, сложный рельеф и часто меняющаяся погода тому пример. Даже незначительные изменения климата могут крайне негативно сказаться на благополучие горных регионов. Стихийные бедствия в горах уже приводят к непредсказуемым последствиям, чреватым полному изменению экосистемы. Приехали к месту, где здесь раньше находилось высокогорное озеро. Да, тут, конечно, не узнать. Озеро стало меньше по сравнению с тем, что было. Посмотрите, все это сель, который сверху вот так вот с водой, с ливнем протекал. И смотрите, что произошло здесь. Вот, смотрите, прорвало, грунт обрушился, и вот тебе новая среда. А вот, собственно, само озеро обмельчало очень сильно. А здесь оно было больше. А здесь вот дороги тоже нету, получается, с селением Чирак нету никакого транспортного сообщения. К слову, если ученые не начнут бить тревогу, то экологическую катастрофу наша планета вряд ли переживет. Как вы сейчас можете наблюдать, маленькая горная речка превратилась в большой каньон с водопадом. И хоть зрелище красивое, к чему все эти изменения экосистемы могут привести, страшно предположить. Ну а я предлагаю немного отвлечься и прогуляться по старинному аулу реча. В реча живут огульцы. Народ очень интернациональный. Это же отражается в их языке, культуре, обычаях. Многие огульцы знают сразу несколько дагестанских языков. В древние времена село получило необычное название Бабалькист Риджа, что в переводе с арабского означает «врата справедливости». После последнего посещения село реча преобразилось, конечно. Тут на полу поставили бурщатку. Очень красиво это смотрится. Знаете, друзья, это все освещение, видите, все новое освещение, камеры установлены. Вот еще освещение нового декана. Так что хоть что-то здесь делается. Принято считать, что Дербенская джума мечеть и соборная мечеть села Кумух являются одними из древних мечетей Дагестана. Однако и речинцам есть чем гордиться. Мечеть села Рича построена в начале IX века. Пережила многие беды, катастрофы, разрушения, но выстояла и является одной из самых ценных достопримечательностей огульского района. Если пройти дальше центральной части села, бурщатка, конечно, заканчивается и начинается настоящее село. В самом верху села Рича построили смотровую площадку очень красивую. Говорят, что вот сюда, на этот монумент, два раза попадала молния, поэтому подлежит реконструкции. Если вы видите, то есть треснутая штучка. А так вот, такая вот смотровая площадка, откуда открываются очень красивые виды на нижнее село Рича, на речку. Невероятно красиво. Мазан, когда было нападение монголо-татарского Ига, куда местные жители спрятались, куда убежали? Одни-то они прятались, сначала вон там было сражение, там были ворота и крепости. И по мере отступления, вот здесь были подземные ходы, каждый дом связался с последующим. И поэтому били и отходили. Потом вот дети, женщины, они все вот тут в лес дошли. Женщины и дети? Да, и старики, которые не могли воевать. А мужчины, они вот в мечети вот через меманерию, последний это... Защитник последний, да, оборонялся. А потом лес подожгли, и все, которые выбегали из леса, их уже из луков стреляли и убивали. Благодаря государственной программе, последние годы село Рича постепенно преобразуется и превращается в современное поселение. Местные жители занимаются скотоводством, выращивают овощи и имеют возможность пользоваться благами цивилизации. Так, здесь практически фундамент не делается. Фундамент не делается здесь? Да, вот дети на столах, здесь в столах. И поэтому стены долго движутся, здесь это обращается. То есть на скалах строят дома, получается, точнее, да? Да. Старинная мечеть, село Рича. Другой, смотрите, какой минарет. Сейчас мы туда попробуем подняться с Рамазаном. 13-14 века. Зрелище, скажу вам, не из приятных, но это того стоит. Как ластров, Фабиан. Друзья, сразу вам скажу, здесь есть ограничения. Фигура должна быть минус 60-90. И вес не больше 100 килограмм, имейте в виду. Пойдем. Конечно, это не из легких сюда подняться. Но я вам очень серьезно говорю, рекомендую это того стоит. Посмотрите, какие стены. Как здесь все сделано. Здесь арабская лязь. Видимо, что-то об этом минолете. И вот наверху уже туда не поднимешься. Вот такой вот отсюда обзорчик. На село открывается. Здесь очередной скреп. Каменное изваяние. Такое предназначение почему-то мы не знаем. Есть мнение, что это прошло все с персидской цивилизацией. А персы в свое время пытались завоевать Дагестан. И после них осталось вот такое вот интересное сооружение. Интересное, потому что по всему селу их много. Вот там еще. И вот так по кругу этого села какие изваяние имеются. Муэдзин человек. Сем-пять раз сюда поднимался и спускался. А можно кто такой Муэдзин, чтобы зрители понимали? Это человек, который призывает к военной казану. Ага. То есть это человек, который призывает ежедневно к пятикратным молитвам. Каждый день. То есть он каждый день пять раз сюда поднимался, призывал молитву, в болитве и спускался, да? Да. Я представляю. Просто удивительно, друзья, как человек каждый день пять раз сюда поднимался. Он, наверное, настолько привык, что не чувствовал этого подъема. Для нас это было сложно. Честно сказать, очень сложно. Друзья, так как в предыдущем выпуске моем я подробно снимал эту мечеть, просто буквально я вам немного еще ее покажу. Посмотрите, какая красота, какая аутентичность, как раньше строили потолки. Вот сама мечеть. Друзья, значит, показываю мечеть. В предыдущем ролике у меня есть, вы можете найти Огольский район. Еще раз вам хочу показать. Это очень действительно стоящий достопримечательность, которым нужно посмотреть. Пойдемте. Посмотрите, какая оконтовка этой двери. Это просто настолько мастера раньше были щепетильными. Так, идем дальше. Посмотрите, друзья, вот эти столбы, чего только они не стоят. Эти столбы, которые все по своей сути разные, люди на своем горбу, на вашем... Покрути, покрути этот. Вы такое где-нибудь еще видели, друзья. Крути, крути. Посмотрите, вы такое где-нибудь еще видели. Из цельного дерева вот это все вырезано. Вот видите. Это действительно вегетер. Перфорированный такой этот. Получается. Оно сгорело, да? Да. Это когда было нападение монголо-татар, когда местные оборонялись от нашествия монголо-татар. Случился пожар. И вот этот столб... Да, вот он сгоревший, обуглившийся, но все равно стоит. Вот это два столба, это новые. Вот две эти не сохранились. Полностью дотла сгорели. Это новый. А вот это вот, смотрите, какие рисунки. Вот как все это вырезали. Да, и по-народу. Все это вырезали. Да, и по-народу. Да, и по-народу. покидаем эти красивые места друзья точно так же как и пришли пешком ходим обратно в сторону районного центра точно также поступают и местные жители до сих пор прошло уже 7 8 дней никакой транспортной доступности здесь нет делать вывод вам надеюсь ближайшем времени дорогу для людей сделать если вы думаете что на этом я хочу завершить свой фильм то вы глубоко ошибаетесь волею судьбы ведь такое не придумаешь мне лично пришлось испытать на себе все прелести стихии надеюсь через экран вашего устройства и вы увидите испытаете что такое суровые будни горцев по дороге обратно нас настигла непогода и мы попали под дождь и град а Субтитры создавал DimaTorzok